Привет! Пришла Бэха Семерочка! Выкатила ее на улицу специально, извините, что шумно, зато вы можете посмотреть ее в естественной среде обитания, а не в нашем паркинге, потому что, ну смотрите, очень необычная сделали внешность. Это диодные щели, как вы видите, теперь они на многих автомобилях идут вместо фар. Свет здесь великолепный, но за такие деньги у премиального автомобиля он и не мог бы быть другим. Пойдемте посмотрим на заднюю часть машины. Это дизелек 740-я, полноприводная, естественно. Сзади у меня вообще вопросов нет визуально, мне кажется, это прям очень-очень интересный такой злой зверек. Но здесь, внутри, просто космос. Давай, ты с той стороны, я с этой. Но смотрите, начнем с того, что вот это, это прозрачный пластик, и цвет под ним может быть не обязательно малиновым, он может быть нормальным. Выбирайте тот, который хотите, там палитр достаточно велика. А машина на русском языке, вот как вы видите. Знаете, перечислять, наверное, все функции, которые здесь есть, будет неправильным, потому что это займет минут, там, наверное, 20. Но, как вы видите, сидение – это массаж, это подогрев и обдув, подогрев лобового, естественно, есть. Здесь есть навигация. Здесь, сейчас вернемся обратно. Ну, естественно, подключение, там, Apple CarPlay, Android Auto, режимы движения, автопарковщик, великолепнейшая камера, вот она, шайба управления. Сзади здесь, покажи, пожалуйста, в ту дверь, вот, огромная панорама, и сзади здесь вот единственное отличие этой машины от той, которая у нас была предыдущая. Здесь сзади достаточно простые сидения, но подлокотник внутри прикольный. А давайте сейчас, подойди, давайте сейчас тяну. Вот оно, видите, какое здоровенный такой вот ходит, но без каких-либо управлений, там, функциями и так далее, то есть простой. Ну, вот, посмотрите, посмотрите, как это сделано. Смотри, покажи. Это просто космос. То есть она какая-то вот немножко из будущего, что ли. Смотрите на управление мультимедией, управление вообще климатом, всеми функциями автомобиля. Они не стали запариваться, они просто встроили экранчики в дверные карты. С той стороны ровно то же самое. Вот, то есть она сзади немножко попроще. Сидения, видите, не электрические, нет никаких дополнительных управлений. Но в общем и целом это все тот же космолет, прям последней модели. Так что, если вам интересно, этих машин совсем немного в Москве. С ними очень большие сложности по вывозу их в Россию.